Ну а мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И сегодня это приятная, хорошая новость, то что воздушная обстановка в ночное время была более-менее спокойной. Не было ракетно-шахетных ударов и ночь прошла более-менее спокойно. Поэтому мы сразу начинаем с сухопутной ситуации, ситуации на суходоле и переходим непосредственно к обзору линии фронта. Итак, на линии фронта за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений. Есть нехорошая тенденция к росту боевой активности. Враг продолжает давить изо всех сил, сколько только может, для того, чтобы захватить лишний метр нашей земли. Понимая, что сил и средств осталось не так уже много, к нам все больше и больше подходит помощи. Сейчас, вот я вам говорил вчера, и заходят уже первые партии боеприпасов по чешской инициативе. Соединенные Штаты со дня на день объявят очередном пакете военно-технической помощи Украине. Ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, мы ждем авиацию, которая вот-вот должна появиться в нашем небе Украины. Поэтому тенденция к росту остается. Активность боевых действий на отдельных участках или оперативных направлениях растет довольно сильно. Или остается на очень высоком, я бы так даже сказал, уровне. По уточненной информации, за минувшие сутки, в общем, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 6 ракет, 63 авиационных удара, в частности сбросил около 90 кабов, совершил около 4000 обстрелов наших позиций, прилегающих к территории из артиллерии. Из них 107 обстрелов было совершено с применением реактивных систем залпового огня. А также враг произвел порядка 1300 ударов дронами Камикадзе, тоже по нашим позициям и прилегающей к ней территории. Ну, пройдемся по оперативным направлениям. И начинаем с Харьковского сегодня. На Харьковском направлении в течение дня успех не сопутствовал в вражеским войсках, несмотря на то, что вражеские войска оккупационные предприняли 6 попыток атаки наших позиций, как на плацдарме в направлении Липцы, так и на плацдарме в районе населенного пункта Волчанск. Кстати, надо отметить, что в Волчанске есть тактические успехи наших войск. То есть мы потихонечку выдавливаем врага из города Волчанск, возвращая себе утраченные ранее позиции. И тут надо еще отметить, что в Волчанске продолжает пока еще оказывать сопротивление. Рашистский гарнизон, чуть не сказал немецкий, который окружен и полностью взят под огневой контроль нашими войсками на территории агрегатного завода в городе Волчанск. Я думаю, мы добьем. В ближайшее время наши войска добьют этот гарнизон, и там будет выход либо сдаться, либо умереть. Что выберут вражеские войска, покажет поле боя. А так, в остальном, несмотря на попытки атаковать наши позиции, наши силы обороны постепенно выдавливают личный состав врага из Волчанска. Там есть две хороших новости. Еще два панциря было уничтожено в Белгородской области, то есть прилегающих припронтовых районах. Ну и там же был нанесен удар по полевому складу боеприпасов. Это, кстати, склад боеприпасов, который расширское командование готовило именно для организации и ведения боевых действий на Харьковском оперативном направлении. Ну, про склад мы поговорим чуть позже, более подробно. Я вам расскажу, что там горит, как горит и какие последствия этого пожара на складе. А так, на Харьковском направлении констатируем, что линия фронта остается без изменений и наши войска фактически здесь начинают владеть инициативой, огневой инициативой на обоих плацдармов и в районе Лепцов, и в районе Волчанска. Дальше идет Купинское направление. Тут наши защитники отразились 7 атак противника, которые в основном распределились в районе Синьковки, Стельмаховки и Песчаново. В настоящее время боестолкновение не прекращается на этом оперативном направлении, но ситуация находится под контролем сил обороны Украины и линия фронта на Купинском направлении за прошедшие сутки изменений не претерпела. Далее Лиманское направление. Здесь активность врага в течение суток была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невская, Терны, Торская и Серебрянский лес. Несмотря на то, что враг предпринял, здесь большая активизация действий вражеских войск, 20 атак было предпринято рашистскими войсками с целью продавить или прорвать нашу оборону. Но здесь у нас, кстати, Лиманское направление отличается стойкостью нашей обороны и довольно хорошей организацией нанесения потерь противнику. Враг несет здесь колоссальные потери, особенно когда применяют мясные штурмы. Вот такие активизации, я вам говорил, в них качели. Бывает так, что 3-4 атаки за сутки, а потом бах и 10-20 атак за сутки. Это говорит о том, что, видимо, очередная перегруппировка войск проведена на Алиманском направлении. Очередное пушечное мясо в первый эшелон загнали. Теперь его надо что расходовать. Поэтому рашистское командование начинает вот эти массовые атаки на наши позиции пехотными группами. Штурмовые группы заходят, но они в основном практически без поддержки бронетехники. Далее у нас идет Сиверское направление. Тут количество боестолкновений тоже резко возросло. До 22 враг атаковал наши силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки, Раздольевки. Ситуация, конечно же, резко обострилась. Но, в принципе, благодаря довольно большим усилиям наших войск по стабилизации ситуации нам удалось взять под контроль ситуацию. И на данный момент, несмотря на 22 попытки прорвать нашу оборону, ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Ситуация очень напряженная на Сиверском направлении. Там идут ожесточенные бои. Но, тем не менее, наши войска удерживают линию фронта в состоянии без изменения. То есть потерь позиций нашими войсками за прошедшие сутки на Сиверском направлении не допущена. Далее у нас идет Краматорское направление. Здесь, наоборот, есть небольшое снижение. Девять штурмовых действий со стороны российских захватчиков было предпринято на Краматорском направлении. В основном это район Калиновка, Часовьяр, Ивановская и Клещиевка. Тут ситуация находится под контролем. Единственное, что они продолжают в лоб атаковать Часовьяр. Видимо, командование Рашистской решило, что если долго биться лбом об стену, то, может быть, она и упадет. Поэтому попытки не прекращаются. Ну, а южный фланг, Ивановская и Клещиевка, это попытка прорваться вдоль трассы на развилку на Константиновку-Покровск. Для того, чтобы зайти на Часовьяр с юга. Там тоже, хоть и боевая активность присутствует со стороны рашистских оккупационных войск, но успеха враг добиться не может. Уже которые сутки фронт остается без изменения. Ситуация полностью под контролем наших сил обороны. Далее, Торецкое направление. Здесь враг 9 раз пытался вклиниться в нашу оборону. В основном вблизи Южного, Северного и Торецкого. Ну, теперь, я так понимаю, Северное будет имем нарицательным, потому что реально враг имел частичный успех. Захватил этот населенный пункт. Но, тем не менее, Торецкое направление сейчас более-менее ситуация стабилизирована. И, несмотря на всю напряженность боев, количество атак меньше, чем на других оперативных направлениях. И силам обороны Украины удается сдерживать наступательные действия врага. И констатируем, что линия фронта на Торецком направлении за прошедшие сутки не изменилась. Далее, самое горячее наше направление. Направление главного удара российских оккупационных войск. Покровское направление. Здесь враг не оставляет попыток продавить нашу оборону. За прошедшие сутки оккупанты 45 раз атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеневка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка, Первая и Уманская. То есть, фактически, все оперативное направление это линия фронта, где активно атакует противник нашей позиции. Но надо отдать должное, что силы обороны Украины принимают колоссальные меры и колоссальные усилия прилагают для того, чтобы максимально истощить российские оккупационные войска и не допустить их продвижения вглубь нашей территории. Кстати, что и отмечает, надо отметить за прошедшие сутки, на Покровском направлении, несмотря на 45 атак наших позиций вдоль всей линии фронта, врагу не удалось продвинуться не на метр вглубь нашей обороны. Линия фронта осталась без изменений. Силы обороны Украины не допустили потерь наших позиций на этом оперативном направлении. Далее идет Кураховское направление. Тут штурмовые действия противника, в основном проводимые в районе Карловки, Красногоровки и Просковеевки, к сожалению, принесли частичный успех в районе Красногоровки. Наши войска вынуждены были под давлением артиллерийского огня и авиационных ударов оставить несколько позиций, и враг имел частичный успех, продвинувшись на несколько сотен метров вглубь нашей обороны. Сейчас ситуация находится под контролем наших войск, были предприняты меры для стабилизации ситуации и недопущения дальнейшего продвижения войск противника вглубь нашей обороны. Поэтому на Кураховском отмечаем, что враг, к сожалению, в районе Красногоровки незначительно улучшил свои позиции. На шахтерском направлении здесь четыре попытки было предпринято расистскими оккупационными войсками, для того, чтобы прорваться опять, конечно же, в районе Урожайного, в районе Старомайорского. Но в районе Урожайного мы отбили все атаки и удержали все позиции. Поэтому на шахтерском направлении здесь агрессор, несмотря на четыре попытки атаковать наши позиции, успеха не добился. Линия фронта на шахтерском направлении осталась без изменений. Приднепровское направление. Тут враг предпринял пять попыток вытеснить наших защитников с левобережной части Днепра. Три штурмовых действия были отбиты сразу, еще два продолжались до поздней ночи. То есть враг давил изо всех сил, сколько было возможности. Но успеха не добился, поэтому на левом берегу никаких изменений в конфигурации наших плацдармов не произошло. Мы продолжаем их удерживать, продолжаем пытаться нарастить их боевые потенциалы на левом берегу и нанести максимальный урон врагу. Так что здесь ситуация по нахождению наших плацдармов на левом берегу осталась без изменений. Далее, прежде чем мы перейдем к огневым задачам, выполненным силами обороны Украины за прошедшие сутки, надо, хочу два слова сказать об оккупированных территориях. Рашистское оккупационное командование начинает, ну они, они очень, идеология у них поставлена очень на широкую ногу, скажем так. И они, в первую очередь, что надо делать? Надо вырастить поколение расистов, настоящих русских фашистов. Поэтому, чем надо заниматься? Конечно же, подрастающим поколениям, конечно же, детьми. Они организовывают летние лагеря в Крыму для детей, несмотря на все угрозы безопасности. Они, кстати, используют это тоже как живой щит. И вот сейчас планируют в крымских лагерях промыть мозги, в буквальном смысле этого слова, 48 тысячам детей с оккупированных территорий Украины. Я, правда, удивлюсь, какие родители сегодня могут отправить своих детей в Крым, учитывая, какая там нестабильная обстановка. Мы ведем активные боевые действия по военным объектам Крыма, по военным, подчеркиваю. Мы не трогаем гражданское население. А вот расистское командование пытается прикрываться гражданскими как живым в счету. Ну, помните, я не забуду никогда слова Путина в 2014 году, когда он сказал, что... Мы ставим спереди женщин и детей, а сами встанем сзади. И посмотрим, как они будут стрелять в своих. Это вот они, это реально притворяет в жизнь. Вот, а в этих лагерях, которые они туда свозят, практически насильно свозят детей, там активно проводится пропаганда милитаризации и русификации, целью которой является стирание украинской идентичности среди молодежи, среди нашего подрастающего поколения. Об этом отмечают активисты движения «Желтая лента». То есть, это местные люди, которые проживают и в Крыму, и на оккупированных территориях. Мы часто слышим об этом в партизанском движении «Желтая лента», движение «Сопротивление». И, поверьте, тут можно не сомневаться ни на йоту, что правдивость и слов. Люди знают, о чем они говорят. Они там, на местах, они видят, что преподносят детям, они видят, как их заставляют говорить на русском, писать на русском, учить русские традиции и как детям преподается извращенная история, переписанная расширской пропагандой. Об отсутствии государственности в Украине и об имперских амбициях Рашистской Федерации. Так вот, чтобы это как можно быстрее предотвратить и закончить, для этого наши войска, наши силы обороны выполняют огневые задачи по уничтожению противника на нашей территории. За прошедшие сутки воздушные силы, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили три района сосредоточения личного состава, техники и вооружений врага. Один район сосредоточения техники врага, отдельно нашли базу хранения, очень хорошо она сдетонировала, и два состава с боеприпасами вражеских войск. За прошедшие сутки общие потери рашистских оккупантов на всей линии фронта составили в личном составе 1180 человек, уничтоженные и выведенные из строя техника и вооружения составили в танках 4 единицы, в боевых бронированных машинах 18 единиц, в артиллерийских системах 35 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 31 единица, в крылатых ракетах 1 единица, автомобильной техники 58 единиц и специальной техники 6 единиц. Вот такие потери в общей сложности понес враг на всей линии фронта от Харькова до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. А вот за пределами нашей страны, на территории Рашистской Федерации, тут тоже, тут наоборот, ночь прошла очень неспокойно, летали дроны различные и даже Министерство обороны Рашистской Федерации пыталось отчитаться, что сбили. Правда они подтверждают сбитие одного беспилотника в Воронежской области, а летело, описали сначала, что два было беспилотника. В результате наше главное управление разведки опять выступило на шаг вперед и с помощью своих дронов в Воронежской области в сегодняшнюю ночь в Ольховатском районе Воронежской области поразили полевой склад боеприпасов Рашистской Федерации. Склад был разведан, что значит полевой? Полевой это значит склад только что организованный, временный, в чистом поле. Как правило его делают на лесных вырубках, стараются как-то замаскировать, на лесных просеках могут делать, на опушках леса. Там просто выкладываются жерди, ставятся штабели с боеприпасами, с ящиками, укладываются в штабели укупорка с боеприпасами, и обносится эта колючая проволока, выставляется часовой и он охраняет. Вот партизанское движение, или точнее, правильнее будет сказать, наши разведчики с главного управления разведки, нашли этот склад и туда прилетели два наших дрона. Говорят, что один сбили, говорят, и что обломки упали, но второй никто не подтверждает. Был взрыв, после чего начался пожар, а потом произошла детонация. Так вот, детонация взрывоопасных объектов, как сказал сначала губернатор Воронежской области, вдали от гражданских строений, ну как всегда, надо же, и дроны вроде все сбили, но один долетел, и детонация началась вдали от гражданских строений. А на самом деле склад очень большой, общая площадь составляет 3500 квадратных метров. С учетом того, что штабель, где-то стандартный штабель может достигать до 10 ящиков, это, я вам скажу, что огромнейший объем боеприпасов, которые там находятся. Находился, правильно так говорить, потому что после возникновения пожара началась детонация, и эта детонация продолжается до сих пор. Вот сейчас я начинал писать этот ролик, и одна из последних новостей была о том, что детонация продолжается. Учитывая размеры склада, как заявляют российские СМИ, похоже, будет взрываться еще долго. Так вот, вдали от гражданских объектов, но в Ольховатском районе что происходит? Там приостановлена работа летних лагерей для детей и детских садов, а также в районе перенесен, сегодня они должны были сдавать, есть такое у них понятие, как основной государственный экзамен. Так вот, он был отменен. Сказали, что его перенесут, потому что детонация происходит активная, и в Ольховатском районе Воронежской области находиться становится небезопасно. Кстати, близлезавшие населенные пункты начали эвакуировать расширские власти. Вот так сегодня ночь прошла в Воронежской области, благодаря дронам Главного управления разведки. Ну а теперь скажем два слова о военно-политической обстановке, которая происходит вокруг нашей страны и в нашей стране. Ну и главная новость сегодняшнего дня, на мой взгляд, это то, что сегодня, как и было обещано или заявлено ранее, скажем так, это уже были не обещания, это были заявления, потому что все спланировано, Украина начала официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз. В Люксембурге сегодня пройдет межправительственная конференция Украины и Европейского Союза, на которой будет официально объявлено о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Вот такая вот новость. То есть, как и говорили, переговоры сегодня будут объявлены начатыми, дальше идет работа, точнее заседание в рабочих группах по согласованию, там очень много надо вопросов решить, максимально то, что нам говорили, мы сделали. Все домашние задания мы все выполнили, подогнали и нашу юрисдикцию, и другие экономические вопросы. Ну и теперь это уже будет идти на уровне стыковки. Так что даже вступление в должность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост главы Европейского Союза, на полгода Венгрия будет главенствующая в Евросоюзе, это не помешает введению переговоров, и к зиме они выйдут уже с первыми, я так думаю, а может даже и раньше выйдут с первыми результатами. Хотя Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз, об этом заявил сам Орбан. Духовный брат Путина, как его называют некоторые средства массовой информации, подверг критике переговоры о вступлении Украины в ЕС, но процесс не будет блокировать. Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров, заявил он. Вуаля. Как-то кажуть, у нас шось в лисе, мабуть, сдохло. Но сначала мы должны изучить, какие будут последствия, если мы примем страну, которая находится в состоянии войны, чьи границы не были уточнены на практике, добавил венгерский премьер. Понятно, что это будет использовано козырем против нас, именно в военное положение. А вот сказать своему духовному брату Путину, нелегитимному Путину о том, чтобы он вывел свою армию с территории Украины, и тогда война мгновенно закончится, от Уорбана на это, ну или духу, или ума не хватает. Далее, Дания заявила, что до конца 2024 года они прекратят обучение украинских пилотов на F-16 на своем аэродроме. Об этом заявило Министерство обороны Дании. Но это связано с тем, что Дания первая переходит на самолеты F-35, и для них они будут использовать эту же авиабазу, но уже там учебный центр будет полностью переоборудован под F-35. Но до конца программы подготовки пилотов на F-16 пройдут обучение около 20 украинских пилотов. То есть они полностью свои обязательства, 20 пилотов они готовят, и после этого программа закрывается. Это должно произойти до конца года. А дальше они начинают переоборудование этой авиабазы, и там открывается центр подготовки F-35 для самолетов F-35. Может быть, наши пилоты где-нибудь в следующем или через год приедут опять на эту базу, только уже будут учиться на F-35. Я не думаю, что мы будем всю жизнь летать на F-16. Мы наверняка захотим, может быть, даже на Raptor мы не потянем на F-22. Там очень дорогая машина, хотя и очень хорошая. Но F-35 на замену F-16 вполне может быть через годик-два и потянем на одну-две эскадрильи. Может быть. Естественно, с помощью партнеров и других стран, которые готовы нам помочь. Далее. Сегодня пришло две таких сенсационных, я бы сказал, новости из-за рубежа. Дело в том, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. Шойгу и Герасимов несут ответственность за военные преступления, в том числе в нанесении ударов по гражданским объектам, причинении чрезмерного случайного вреда гражданскому населению и объектам, а также в преступлении против человечности. То есть Шойгу и Герасимов на сегодняшний день являются официальными военными преступниками, на которых выдан ордер на арест Международным уголовным судом. Кстати, Шойгу теперь уже не министр обороны, но тем не менее, видите, дело в том, что военные преступления не имеют срока давности. Сколько бы это ни длилось, но эти два человека теперь находятся под действием этих ордеров. Любое появление их за пределами Рашистской Федерации на территории страны, которая поддерживает международное право, они будут арестованы и переданы, экстрадированы в Международный уголовный суд. Также Европейский суд по правам человека вынес тоже, я бы сказал, сенсационное решение. Украина победила в суде над Рашистской Федерацией. Европейский суд по правам человека признал, что правительство Украины доказало существование систематических нарушений прав украинских граждан с начала оккупации Рашистской Федерации полуострова Крым с февраля 2014 года. То есть, миф о том, что Рашистская армия пришла якобы освобождать местное население от кого-то и от чего-то, и принесла им свободу и русский мир, а теперь разбивается, как хрустальная ваза, в мелкие брызги. Потому что уже Европейский суд по правам человека доказал, что Россия творит геноцид на территории полуострова Крым. Систематически нарушает права украинских граждан с момента начала аннексии, оккупации Крыма. С февраля 2014 года. Вот два таких очень громких решения, которые, кстати, эти решения будут иметь, на мой взгляд, долгосрочные политические последствия для Рашистской Федерации и для политического руководства Рашистской Федерации. Кстати, и для политического руководства Крыма. Тех гауляйтеров, которые назначены нелегитимным Путиным на эти, на должности в Крыму и которые творят там, непосредственно творят там этот геноцид. Тем более, что уголовное наказание распространяется и на исполнителей, это на тех сотрудников ФСБ, Рашистского ОМОНа, который там ездил, арестовывал, задерживал, обыски проводил, доставлял в суд, судил граждан Украины на территории оккупированного Крыма. Так что поблагодарим Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд, что они работают и продолжают на... А это все складывается в одно уголовное производство по нашему иску против агрессии Рашистской Федерации. То есть Россия будет осуждена. Сохранится она как государство или нет, это уже не важно. Но в истории она будет осуждена. И то, что Путин хотел, чтобы его вписали в историю, нелегитимный Путин, его впишут в историю, но как второго Гитлера, как Гитлера 21 века. Далее. Дональд Трамп, очень интересное такое, в случае избрания президентов рассматривает план прекращения военной помощи Украине, то есть сказал, не цента Украины, он это повторил, если Украина не начнет мирные переговоры с Москвой. Об этом пишет Ройтерс. Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему якобы план прекращения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах. Так извините, это план Путина. Застолбить достигнутое и немедленно прекратить огонь и признать территорию за Россией завоеванную, а и Путин еще и добавил требует. Интересно, как отреагирует Дональд Трамп на то, что Путин сегодня фактически стал на сторону, нелегитимный Путин, стал на сторону Северной Кореи, которая является угрозой для Соединенных Штатов, и северокорейский лидер постоянно хочет нанести ядерный удар по территории США. Он все стремится, чтобы его ракеты долетели до США. А сейчас, после подписания масштабного договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, а еще они прописали в этом договоре, что они готовы участвовать в любом вооруженном конфликте, в любой точке земного шара, то есть это фактическое объявление войны всему мира. И Путин в обмен на боеприпасы, артиллерийские системы и другую военно-техническую помощь от Северной Кореи будет передавать Северной Корее ракетные технологии. Им нужна космическая... Они хотят создать спутниковую разведку космическую. Россия им должна дать технологии по запуску спутников-разведчиков. И технологии производства ядерного боезаряда. Это две темы, которые Ким Чен Ын ставил в противовес предоставлению России очередного миллиона или двух снарядов, как об этом уже ранее говорили. Они передали, теперь сказали все. Баллистические ракеты и снаряды в обмен на ядерные и космические технологии. Вуаля! Граждане Соединенных Штатов, благодаря России полностью встала на сторону Северной Кореи, теперь российские технологии будут угрожать рядовому американцу. Гражданину Соединенных Штатов. Как на это отреагирует Трамп? Очень интересно посмотреть на его реакцию. Он тут защищает, бьется оке горлица грудью, что Путина надо спасать. Путин хороший парень, его надо слушать. Кстати, он и Ким Чен Ын тоже называл хорошим парнем после встречи с ним. А потом, когда вернулся в США, и Ким Чен Ын запустил очередное испытание баллистических ракет северокорейских в сторону Соединенных Штатов, Трамп развернулся на 180 градусов. Посмотрим, куда он развернется сейчас, после того, как Путин открыто выступил против Соединенных Штатов в военном плане. Еще одно достижение, анти-достижение Путина, которое он добился, и благодаря ему оно состоялось. Или оно может сейчас состояться, но с вероятностью почти 100%. Европейский Союз устанавливает новый оборонный союз с Японией и Южной Кореей. Вот так, благодаря только одному визиту, Европейский Союз заинтересован в установлении оборонного сотрудничества Японии и Южной Кореи. Так, как в области безопасности, так и в области военной промышленности. Об этом тоже пишет Reuters. Цель сотрудничества будет совместной разработкой производства оборонной продукции. Этот проект станет первым в своем роде образцом сотрудничества Европейского Союза с азиатскими странами. Соответствующий договор с Японией Европейский Союз планирует заключить уже до конца 2024 года. Далее будет договор с Южной Кореей. Вуаля, еще один военный союз. Причем я скажу так, что Южная Корея и Япония это два монстра в производстве техники и вооружений. Монстра. Причем у каждой из стран есть свои образцы вооружения. Они не зависят ни от кого. Они получают сырьевую базу и могут клепать свое вооружение на промышленной основе, запустив конвейеры на полную катушку. У Японии свой боевой танк, своя боевая машина, свой бронетранспортер, свои авианесущие крейсера тяжелые. Они разработали свои самолеты. Правда, сейчас Япония повернулась немного в сторону американской авиации. Они F-35 закупают у Соединенных Штатов в палубном варианте для своих авианетяжелых, авианесущих крейсеров. Хотя и любое вооружение, от стрелкового, от патрона до самолета, у Японии есть. В Южной Корее то же самое. Своя, начиная от стрелкового вооружения, свой бронетранспортер, своя боевая машина пехоты, танк свой, артиллерия своя и авиация своя. Все свое. Причем, кстати, насколько Южная Корея входит в пятерку стран-экспортеров вооружения. То есть, у них настолько мощный военно-промышленный комплекс. Кстати, если сейчас Южная Корея пересмотрит отношения, свою позицию относительно поставок военно-технической помощи Украине, они просто могут нас завалить боеприпасами и оружием. Настолько у них развито производство. Ну, если Южная Корейская промышленность за 18 месяцев собирает сухогруз и водоизмещение в 100 тысяч тонн, то о чем мы говорим? Представляете, какая производительность труда. Только подавай сырье, и они все выдадут на гора. Вот еще одно достижение Путина, еще один военный союз. Он явно будет против Северной Кореи и против Рашистской империи. Почему? Потому что в Японии с РФ есть территориальные притязания. Ну, Корея, понятно, разделена войной еще 50-х годов, середины прошлого столетия. Ну, а Европейский союз сегодня на нашей стороне тоже против Рашистской федерации. Вот вам очередное военно-политическое образование. Причем, я сказал, что очень даже мощное на фоне других военных союзов. Например, военного союза между РФ и Северной Кореей. Испания отчиталась, а именно газета «Эль Мунда» сообщила со ссылкой на свои источники в правительстве Испании, что вторая партия зенитных ракет большой дальности для систем «Патриот» прислана Испании, прибыла в Украину в прошлую пятницу. Вот они даже указывают, что наш парк, наш боезапас. Также в эту партию в поставку входят вторая партия танков «Леопард». Разные типы боеприпасов, включая 155-мм артиллерию. Ну, там будет боеприпасы для танков. Они уже заявляли, для 105-мм гаубиц, для минометов, мины. И вот, видите, боеприпасы для артиллерии калибра 155. Системы борьбы с беспилотниками, системы оптико-электронного наблюдения и слежения, а также оборудование дистанционного вооружения. Вот такой пакет военно-технической помощи, ну, судя по тому, как пишет «Эль Мунда» газета, зашел в пятницу в прошлую в Украину. И теперь уже наверняка находится в наших словетных бригадах, в наших войсках. Передается нашим вооруженным силам. Ну, и несколько новостей из Запоребрика, которые стоит, на мой взгляд, обсудить. Вчера в Московской области, в городе Фрязино, это есть такой городок в Московской области, полностью выгорело здание института Платана. Институт имеет название Платана. Что это за институт? Это научно-исследовательский институт. На самом деле, это, в принципе, можно даже сказать, научно-производственное объединение под вывеской научно-исследовательского института, которое занималось разработками электроники для средств радиоэлектронной борьбы и выпускало комплектующие для средств радиоэлектронной борьбы. Средств связи, средств радиотехнической разведки. Вот такой очень важный институт. Очень много разработок они вели, особенно сейчас. Мини-рэбы, вот это все их работа. В результате произошло возгорание и здание выгорело полностью. Насколько я понимаю, его даже первые видеокадры, ну да, даже не первые видеокадры, когда уже половина здания была полностью охвачена пламенем, не видно было ни бронзбойтов, ни пожарных лестниц, поднимали два вертолета, в здании оказались запертыми девять сотрудников этого института. В результате поднимали даже два вертолета, но не сняли ни одного человека, не сняли с крыши. То есть из этих девяти спасти ни у кого, никого не удалось. Один выпрыгнул с восьмого этажа сам, разбился, а второй выпал, скорее всего, и получил, но он был сильно, тело было обожжено. Остальные звали-звали на помощь, но никто на помощь не пришел. Предполагается, что они полностью сгорели. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, то есть полностью здание в ноль, под ноль выгорело. Хотя начиналось все с одного этажа. Местные говорят, паблики пишут, что был взрыв в здании института, и после чего начался пожар. Сначала пожар оценивали, что он разгорелся на площади в три с половиной тысячи квадратов. В результате с горем пополам удалось локализовать пожар, когда уже выгорело пять тысяч квадратных метров. То есть практически все здание. Так что теперь на РЭБовские разработки, радиотехнические разработки, в Рашидской Федерации, я так думаю, что застопорятся, и причем надолго. А заодно и выпуск, там были и производственные мощности для печатания вот этих компонентов, которые они разрабатывали для систем РЭБ и радиотехнической разведки. Ну что ж, вот такой обзор получился за прошедшие сутки сегодня. Я, как обычно, благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, просьба, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Редактор субтитров А.Семкин